Меня зовут Щербаков Вячеслав Игоревич, я врач-неэрохирург городской больницы номер 2, город Владивосток. Как правило, это связано чаще всего с установкой специальных систем, которые подают искусственно сигнал. За счет этого восстанавливается работа той или другой нарушенной функции. Например, когда устанавливаются определенного рода импланты, которые дают электрические импульсы. И за счет этого организм, допустим, чувствует меньше боль или поврежденная конечность вновь начинает ощущать электрические импульсы и начинает двигаться. Когда речь идет про какую-то нарушенную функцию, одну, допустим, руку или ногу. Если у человека, допустим, страдает сгибание кисти, поврежден какой-то нерв, то можно установить имплант, и этот нерв будет с большей силой, допустим, проводить импульсы, и рука будет лучше сокращаться. Любая опухоль, которая развивается в организме, увеличивается за счет того, что организм состоит из клеток, и через определенное количество времени все клетки меняются. То есть старые клетки погибают, и новые клетки делятся и увеличиваются. И когда этот процесс нарушается, то клетки начинают делиться незапрограммированно. То есть как кофе на плитке, который начинает пениться и выходить за края. Когда у этого процесса сбивается программа, то тогда клетки делятся не так, как нужно, и получается такой неконтролируемый рост. Травма, наследственный фактор, токсическое воздействие веществ каких-то, либо географические места, но опять же это там ближе, больше относится к каким-то вредным факторам внешней среды. Сложно сказать, конечно, у живых людей мозг никто не взвешивал. Единственное, что при исследовании МРТ головного мозга у пожилых людей, конечно, самого головного мозга становится меньше. Правильно говорят, что мозг с возрастом усыхает. Действительно так и происходит. Мозг – это так же, как и мышца. Нужно постоянно ее тренировать. В первую очередь это вообще общая физическая активность. Постоянные физические нагрузки – это залог долгого, здорового, счастливой старости. Часто рекомендуют специалисты либо разгадывать сканворды, либо учить стихи. Я тоже своим пациентам обычно рекомендую. В детстве и в юности очень хорошо и четко остаются воспоминания, потому что они, как правило, подкреплены эмоциональной окраской. Поэтому если то слово, которое вы не можете выучить, вы начнете учить, и в этот момент разобьется в ваза, то вы его очень хорошо и надолго запомните. К сожалению, за последние несколько лет ко мне очень много поступало пациентов после самостоятельных инъекций дома. Вот иногда бывает так, что колешь себе в ягодицу и попадаешь именно туда, где проходит один из самых крупных нервов. Те счастливчики, которые попадают именно в нерв, то при таком повреждении может образовываться неврома. Это если конец провода завязать в узелок. То есть у него не два прямых края, которые стыкуются друг относительно друга, а один из них имеет такую форму шарика или узелка. При таких ситуациях бывает необходимо оперативное вмешательство. С возрастом бывает так, что анатомия меняется, и вот эти ориентиры, да, крестик такой. Это с учетом того, что у вас ягодицы остаются на том же месте, где и были в 20 лет. А в 80 лет бывает они смещаются, смещаются ниже и тогда там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова